Старт форуму дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил организаторов за выбор Краснодара местом его проведения. Здесь хотят жить, здесь хотят работать, здесь хотят растить своих детей. Наша задача создать максимально комфортные условия для жизни. Сделать приобретение жилья доступным, это тоже очень важно, в сегодняшних условиях. Ну и конечно здесь поддержку национальные проекты, в том числе проект «Жилье и городская среда» это одно из приоритетных направлений развития нашего края, потому что этот проект, конечно, помогает сделать наши города, станицы, поселки более комфортными. Программа форума началась с установочной сессии, посвященной вопросам увеличения объемов жилищного строительства и реализации федеральных проектов благоустройства. Участники обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться как малым городам, так и мегаполисам. Юрий Поляков поднял важный для нашего города вопрос. Курорт нуждается в федеральной поддержке для развития инженерной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства. И здесь глава Анапы нашел поддержку. Эта ситуация сегодня беспокоит многих. Дороги, свет, газ, значит, связь, как мы будем строить жилье, которое не будет ни к чему подключено, не будет в нем социальной инфраструктуры. Все эти вопросы будут сегодня подниматься на пленарке, и мы их обсуждали с мэром в предварительном порядке. Города должны находиться в процессе постоянного движения вперед. В этом году в Анапе будет сделан капремонт 19 многоквартирных домов. В них отремонтируют крыши и внутридомовые инженерные сети. Заменят лифтовое оборудование. На курорте продолжится реализация проекта формирования современной городской среды. В прошлом году было благоустроено 6 дворовых и 1 общественная территория. Объем вложений 69 миллионов рублей. Мы увидели, что наши жители, наши люди очень довольны. В начале восприняли как-то так, с непониманием. Но когда они увидели финал всего этого, много было благодарности, много говорили. И сегодня, на 19-й год, наш муниципалитет подал заявки еще на 4 территории. Сумма проекта в районе 50 миллионов. То есть эти проекты будут в 19-м году тоже воплощены в жизнь. Мы и в 20-м году подадим проекты, которые тоже будем воплощать в жизнь. Потому что единственный путь при дворовых территориях – навести идеальный порядок и для людей создать комфорт. Потому что все, что делается, все равно мы это делаем для наших граждан. По итогам форума «Комплексное развитие городов современной России» будет сформулирован ряд предложений, которые направят в правительство, администрацию президента и Госдуму. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-Регион.